ПОЖАЛОВАТЬСЯ Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Всем добрый день. Здравствуйте. Начинается программа Добро пожаловаться. Олег Пеков в студии и Сергей Сидорко с нами на связи. Айвер Гонтарев и Эрвин Страупе. Всем здравствуйте. Начнем... Да, может быть, начнем мы прямо с звонка. Здравствуйте, доброе утро. Если кто-то хочет задать вопрос... Да, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, у меня к вам такой вопрос. Вот я задавала вопрос, ну, на прошлой передаче. Почему на этой передаче, ну, вот следующей передаче никто не дает ответа на мой вопрос? Какой вопрос? Я задавала вопрос про московскую 266 2-й корпус. Там со стороны дороги, я думаю, что, потому что там начальство ездит, там поставили утеплитель. А со стороны Далгова, где 50 метров до Далгова, где мечель и ветер и все дует, то утеплитель украли. И мне никто не ответил на этот вопрос. Это у меня три вопроса. И все касаются именно вас, потому что, вы знаете, начальство у вас там много, зарплаты получаете хорошие, а для людей вы ничего не делаете, только даете консультацию. Вы знаете, я юрист, я тоже вам могу много дать консультаций. Ну, и ваш вопрос какой? Я хочу узнать, куда дели утеплитель со стороны Далгова. А вы сказали, что его украли. Да, украли. А куда же его дели? Ну, то есть, вас не утеплили вторую сторону дома со стороны Далгова, да? Да, там, где ваше начальство ездит со стороны московской, там утеплили. Ну, да, чтобы глаза в пыль глаза пустить. А вы спрашивали своего Дома управа, простите, вот вы обращались. К Дому праву? Да. А почему я должна к Дому праву обращаться? А почему вы должны к нам? Ну, хорошо, сейчас мы попытаемся ответить на эту ситуацию. Пожилой человек, может быть. Айвор, ты куда исчез? Я не исчез, я здесь на линии, просто я помню этот вопрос. Я лично ехал, это у меня, вот, у нас был октябрь, в конце октября. Я лично ехал туда смотреть, что происходит. И мы поднимали также и вопрос исторический, как это могло случиться, что одна стена действительно дома утеплена, а другая сторона нет. Насколько я поднимал информацию, тогда это было до объединения РМП, то есть когда еще были маленькие Дома управления ЭТ-15. Также и теперь еще глава участка не мог найти какого-либо рода заявок про необходимость утепления этих стен. Во-первых, да, то есть здесь видно, что есть какой-то эмоциональный фон, у радиослушательницы осталось, но эта стена такая, как минимум, стоит, с одной стороны утеплена, с другой нет, с 2011 года. Да, почему сейчас этот вопрос заактуализировался? Ну, странно. То, что мне подтвердили, что заявок или жалоб жильцов по этому дому, то, что одна стена утеплена, другая нет, нет. Да, и если есть в этом необходимость, если что-то продувается или есть какие-то большие энергопотери, или там мокрая стенка, но визуально, когда я был в конце октября, я лично туда поехал обследовать, такого рода признаков не было, которые могли бы снаружи было видны, чтобы пошла какая-то деформация или какого-то рода конструктивные проблемы. Да, так что этот вопрос не забыто, мы не забываем вопросы, и, может быть, не ответили, но ждали звонка, но мы там были на месте, обследовали. И да, мы можем, эта передача именно про это, что мы, зная свой опыт в этой сфере, мы даем свет, как поступить. И как поступить? То есть нужно обратиться в домоуправление, если есть конкретные жалобы? Конечно, если у конкретной, скажем так, радиослушательницы этот вопрос интересует дальше, глубже, она после эфира может мне набрать мой номер 29-757-663, и мы более детально про это поговорим, да, и дальше могу там передать еще дальше номера людей, которые конкретно могут заняться этим вопросом, если он актуальный для всего дома. Да, но наружные, скажем так, факты свидетельствуют о том, что, ну, не зря никто не смог вспомнить, когда вообще этот дом с одной стопцевой стены утеплялся. То есть это было до 2011 года. Почему он сейчас возник? Ну, возможно, потому что до нас можно дозвониться, да, в прямом эфире, может быть, из-за этого. Но если это актуально, пожалуйста, звоните, и дальше будем решать этот вопрос. И мы не, да, мы не городский муниципалитет, мы вот каждый из своей отрасли, мы более 10, как минимум 10-20 лет мы уже. Мы просто можем подсказать, как это правильно решить, помочь. Я еще со своей стороны позволю себе дополнить. Дело в том, что где-то с 2000 года по 2010 год в городе Рига осуществлялись попытки, в общем, нащупывались пути, как улучшить состояние зданий. В том числе была и муниципалитетом реализована программа по частичному утеплению стен. Это я хорошо помню. Тогда были отдельные дома, которым утеплялись, ну, стены, торцевые стены, в основном торцевые стены. Возможно, этот дом попал под эту программу. Я это говорю только с одной точки зрения. Я очень сомневаюсь, что кто-то что-то украл. На самом деле, видимо, с той стороны, где сейчас стоит торцевая стена, было много жалоб, такое могло быть, и просто-напросто люди попали под программу с одной стороны дома. На этом, я думаю, вопрос еще. Ну, конечно, еще раз. Было проверено все записи по жалобам, и жалоб с другой стороны дома нет. То есть, ну, если есть такая проблема, нужно собираться и решать все. Ну, то есть писать жалобы, чтобы тебя услышали и заметили. Еще один звонок сразу. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вот такой вопрос. Ну, как и всюду, дома, многоэтажные дома находятся на частной земле, и вот у нас такая ситуация. Ну, мы, тот, как сказать, кусок, который мы арендуем, мы платим аренду, и там все в порядке. Но рядом, ну, частная земля, ну, этот кусок там, ну, такой, как на горке, да, и там деревья. Ну, эти деревья уже, ну, сильно нагнулись в нашу сторону. И, ну, они фактически, ну, опасны для... Там может случиться несчастье. Вот, ну, наши жильцы, поскольку там, ну, как, тут это рядом, ну, что там и дети бегают, кто-то машину ставит, у кого там гараж, ну, решили, типа, ну, хозяин этой земли, его это не волнует, ну, за счет накоплений и сами с это организуем. Ну, это, как считаю, неприемлемо. И вот вопрос такой. А есть ли какое-то учреждение, ну, что мы могли там написать от бедра, и бы, да, чтобы они пришли и посмотрели, что это действительно. Эти деревни надо пилить. Фактически мы уже начали, как бы, ну, по спешке начали, и разрешения получены, ну, вопрос оплаты. Вот можно ли как-то, ну, заставить, скажем, если он отказывается платить, чтобы, ну, тогда, чтобы его заставили все-таки спилить их, а не тогда, когда уже будет, ну, как говорят, гром не грянет, ну, и тогда только начнут все шевелиться. Спасибо. Спасибо. Ну, у меня был опыт, я могу поделиться, что вот рядом... Похожая ситуация была, что рядом были деревья, которые явно были деформированы, и угроза там была тоже тем, что они могут упасть. Ну, тогда вызывали абстрадемии инфекции. Вы можете туда обратиться со своим заявлением. Они приезжают и констатируют ситуацию. Если какого-то рода у дерева признак о том, что он может упасть, или при ветре вот его можно, ну, он может куда-то упасть и повредить или имущество, или там, угрожать людям, тогда дальше можно действовать по обстательствам. Да, но кто будет тогда платить за вот... На самом деле, я бы сказал так, что единственное, за что отвечает на своем замененном участке собственных земли, это зеленые насаждения. Это единственное, что закон его обязывает поддерживать в порядке. В первую очередь, есть путь по воздействию на собственника земли, это через административное воздействие. Вы можете написать заявление в муниципальную полицию с требованием, с указанием возникшей угрозы, и с требованием, чтобы муниципальная полиция проверила и составила акт, возбудила административное дело о нарушении содержания участка. Содержание участка, это есть обязательные правила Реческой Думы, и там все это описано. Это один путь, второй путь. У вас есть возможность, как я вам рассказал, и я как понял, если вы получили разрешение строительное, то вы уже прошли обследование у аргаристов. Это второе. Третье, вы можете обратиться в строительную управу, опять же, с требованием о том, чтобы строительный инспектор проверил, насколько соответствует содержанию участка этому правилам безопасности. Дальше требоваться, если вы действительно, у вас есть документы, подтверждающие необходимость, уничтожение этих деревьев, то вы можете составить соответствующее письмо предупреждения хозяина земли, снести, и затраты потребуют через... Больше ничего другого предложить нельзя. Еще один звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире. Я хотел бы поднять тему снова этих земельных баронов в Риге, которые не довели до конца. Вы, вот ведущий, говорили, что надо вступать в общество собственников или куда-то другое. Ну вот давайте, организуйте, я вам помогу, буду помогать, чтобы люди вступали тысячами здесь, и юристов нанять, и скинуть этих в шеи с нашего тела инородного. Ну, когда это будет сделано? Возглавьте, пожалуйста. Кто-то должен возглавить, инициатива должна быть. Алло? Да, да, да. Мы слушаем, и вот сейчас попытаемся прокомментировать. Значит, земельные бароны, такая тема болезни. Тема, скорее, даже не земельная барона, а ассоциации собственников квартир. Ну, призыв давайте очень хороший, только кто давайте. Парочку раз уже было давайте, один раз я дал призыв давайте, пришло два человека, из них один пришел поинтересоваться, как это будет происходить, а второй поговорить. Значит, если кто-то серьезно хочет давайте, соорганизовывать, то надо сначала подобрать ядро, чтобы оно проявилось, пускай даже вот через электронную почту или каким-то образом. И тогда уже с ним начинать, а не так, чтобы по радио давать лозунг, давайте. Ну, давайте. Дальше результат не будет, скорее всего. Конкретно про земельных баронов уже есть бедриба. Так оно называется, проект «Замец бароны». С этими людьми я лично, как глава РНТ в свое время еще встречался, и вместе решали, как синхронно решать вопросы по вот именно этим случаям, и единым фронтом уже выступать с какой-то общей позиции. А сколько там членов в этой бедрибе, насколько там происходит ли что-то и сейчас какая-то деятельность? Там есть хороший юрист, господин Ткаченко. Если он нас слушает, привет ему большой. Я не знаю, вы знаете, вы меня извините, конечно, но для того, чтобы в наше домоуправление что-то попросить, чтобы мусор вывезли, который они тут накидают под окнами, это надо родить кого-нибудь. Это раз. А второе, у нас нету... У нас нету... Мы выходим на улицу, у нас нету даже, куда выйти. Мы с ребенком выходим и прямо на улицу. А где, где это происходит? Ну, давайте конкретно, где эта проблема? Маскова, 266, второй корпус. Там большая территория частная. Неужели нельзя этот кусочек купить земли, чтобы сделать, чтобы люди не выходили? Там две машины даже не могут разъездить. Ну, вот вас, вы видите, никому это ничего не интересует. Потому что двери мы поставили... Подождите, подождите. Вот вас спрашивают, кто должен купить, по-моему. А кто должен купить землю? Кто за нее платит? Кто сидорик спрашивает? Кто должен купить землю? Ну, я думаю, что не я, наверное. Я и так плачу за землю. Ну, понятно, вы не должны, а кто должен? Ну, я думаю, что сидорик. Сидорик, господин Сидорик. Я певе иначе другими словами. Кто-то должен вам подавить кусочек земли, чтобы ваши дети могли выйти. Я правильно вас понял? Ну, я так и понял, да. Очевидно, речь идет об этом. Да, алло. Там слишком плохая связь. Да. Ну, мы сталкиваемся сейчас, наверное, вот с этой ситуацией, да, когда человеку плохо, но тем не менее кто-то должен решить его проблему чужими руками. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Мы хотели бы провести, организовать энергоаудит нашего дома, но от нас просят извиню по силтому энергию по терриню, желательному за три последних года. Скажите, пожалуйста, где мы можем раздобыть эту извиню? Какому специалисту мы можем обратиться, чтобы получить? Нас обслуживает РНП. Спасибо. Спасибо. Ну, элементарно. Если вы являетесь ставшей по дому или собственником квартиры, вы можете написать письмо в Рига Силтумс с соответствующим запросом, что для энергоаудита вам требуется справка о потреблении тепла за последние три года, и они вам выдадут. Это никакой проблемой не представляет. Имеет право запросить либо домоуправ, либо представитель дома. Это не вопрос. Просто официальное письмо по интернету, и вы получите эту справку. То есть написать это письмо должен или домоуправ по поручению жильцов дома? Да, или представитель собственника. Но если уже есть решение об энергоаудите, значит, есть решение об ответственной персоной, которая представляет. А Рига Силтумс я не слышал ни разу, чтобы он отказал в этой справке. Ну, я надеюсь, что мы ответили. А в домашней страничке Рига Силтумса также есть просто публично даже доступные данные за последние два года. Там можно зайти и проверить. Но для энергоаудита нужна именно справка. Для своего знания вы тоже можете захотеть. Да, будем ли мы продолжать вот тему, которую затронула слушательница, если действительно к дому примыкает там частная земля, кто должен выкупать эту землю? И каким образом, ну, то есть для людей, может быть, все-таки остается непонятным вот этот вопрос ответственности личной за какие-то вещи? Ну, я бы сказал, что этот вопрос весьма сложный. Во-первых, что значит выкупить землю? В принудительном порядке у нас такого порядка нет. У нас принудительная аренда земли есть, а принудительного порядка выкупа нет. Значит, если кто-то хочет расширить прилегающий к дому земельный участок, то нужно идти через собрание, принять решение соответствующее и дальше вступить в переговоры с собственником, ну и, соответственно, покупать. Естественно, что процесс это сложный, это процесс, требующий, ну, навыков и знаний. Скорее всего, нужно задействовать в этом процессе управляющего. Больше мне так сразу сказать нечего. Но это нельзя на щелчок пальцев решить, что вот нам этот кусок земли нужен, и мы тут завтра купим его. Но просто, чтобы расставить уже все точки над «и», муниципальные службы не будут выкупать землю у собственника земли, чтобы доставить удовольствие и улучшить благосостояние жильцов дома. Насколько я понимаю, муниципальные службы и не имеют права никакого выкупать землю в пользу третьего лица, если это не необходимо для осуществления функций муниципалитета. Они даже заикнуться об этом не могут. Ну, надеемся, что мы ответили на вопрос нашей слушательницы, она поняла, ну, расставили точки над «и». Еще вот среди, наверное, тем, которые хотелось обсудить, которые мы говорили, про умные контейнеры, о том, что сейчас появляются наконец-то такие контейнеры, которые, где сбор мусора происходит на вес. Это такая очень болезненная тема, поскольку часто бывает, что мусорные контейнеры наполняются какими-то коробками, то есть там даже которые не складываются, а вроде бы места в контейнере нет, а контейнер получается заполненным. Вот решение с этими умными контейнерами, насколько оно сейчас что-то сдвинулось с мертвой точки, насколько эта практика может быть расширена? Ну, я вот читал буквально в прессе за прошлую неделю о том, что, вот боюсь ошибиться, то ли в Цессисе, то ли в Сигулде будет первый квартал оснащен именно такого рода контейнерами, где будет много отсеков, то есть будет отсек для сортированного мусора, будет отсек для пищевых отходов и будет отсек для бытовых отходов. И все это жители этого квартала получат соответствующие карты пользователя и будут каждый сдавать мусор индивидуально. И, соответственно, в зависимости от того, каков объем несортированного мусора, то есть бытовых отходов и пищевых отходов, они будут платить. А сортированный мусор они будут складывать там в отдельные ящички. Я думаю, это колоссально хороший пример, если, в принципе, наше государство заботится о том, чтобы приучить людей сортировать мусор и навести порядок в этом деле, если этот эксперимент получится, то, наверное, надо было бы требовать, чтобы во всей Латвии это внедрялось. Потому что это, во-первых, оправданные или сокращенные затраты жителей. И это хороший стимул для того, чтобы сортировать мусор. Ну и упорядочить вообще среду, потому что вот сейчас в Риге вышло постановление очередной Оргенской думы, победив мусоропроводы, потребовали от Дома управов найти место для гниющего мусора, то есть для органического мусора. Вот где его находишь, ты не можешь сейчас найти место для картона и стекла, но вот еще найди для того, чтобы вот этот вот гниющий мусор, пищевые отходы тоже стояли под окнами. Блестящее решение. И забота полная. Ну а получается, если не удастся найти такое место, или наоборот, жильцы будут недовольны и скажут, что мы не хотим, чтобы у нас сейчас еще зима, хорошо, а летом будет распространяться весь этот запах по окрестной территории, вот может привести к конфликтным ситуациям. Никого волнует жильцы. У меня такое впечатление, мы сделаем город для велосипедов, мы сделаем город зеленым, мы еще каким-то сделаем, а чтобы там жителям было жить удобно, по-моему, никого это не волнует. Город у нас, по-моему, при нынешней власти, вряд ли планируется для жителей. Он планируется для определенных политических и, скажем так, очень высоких целей, где человек лишний. Ну, а действительно, если возникает конфликтная ситуация, у кого-то поставили под окнами эти мусорные контейнеры, он требует, чтобы их переставили, а в другом месте они будут мешать кому-то другому, вот здесь есть ли какой-то выход? То есть заварить эти мусорпроводы, это, ну, как бы легкое решение, а вот как решить проблемы, которые возникнут после этого? На самом деле, я уже неоднократно говорил, этот вопрос требует комплексного решения, он требует перепланировки микрорайонов, создания единых пунктов приема мусора и определенной логистики, чтобы сократить, во-первых, ползание этих многотонных машин по внутриквартальной территории, разрушая все, что возможно, эти машины 20-30 тонны, они рушат и внутриквартальные дороги, и бордюры, и тротуары, все, что возможно на своем пути, это, во-первых, во-вторых, это никакая не зеленая техника, потому что она тыркается от одного дома к другому, и плюс к этому надо облагородить участки, то есть надо было бы найти решение такое, которое позволило бы выделить земельный участок, независимо от собственника, так, чтобы он был санитарно, правильно расположен и удобен, скажем, для группы целых домов, и на этот участок там собирать мусор и оттуда его вывозить, а не так, как у нас сейчас у каждого дома, сейчас уже 4 контейнера должно стоять, у каждого дома, ну представьте себе, как просто в городе, причем держать контейнеры уже негде, то есть они должны стоять на улице с раздявленными крышками, ну и со всеми прелестными, чайками, котами и прочим. Ну да. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, буквально у нас несколько еще минут для того, чтобы вы могли задать свои вопросы, программа «Добро пожаловаться». Вот наступила зима, как всегда, внезапно, оказалось, ну, не знаю, насколько готовы ли городские службы тоже к такому количеству большому снега, и что вот сейчас происходит, насколько состояние дорог позволяет ли как-то нормально функционировать? Ну, если коллеги не возражают, я отвечу, я не думаю, что кто-то был готов, за исключением городских служб, но там, где эта система уже объема и все поставлено на поток. А домоуправления в основном были, наверное, не готовы. Единственное, что мы можем вывести, это дворников с лопатой. Дворник у нас, это женщина от 55 и старше, но вы сами понимаете, что это в основном такое. Это первое. Второе, и не можем быть готовы, потому что у нас нет дорог, у нас есть лоскутное одеяло, кусочек, принадлежащий, обслуживаемый одним домоуправлением, рядом кусочек, обслуживаемый вторым, потом третьим, потом опять первым. И вот таким образом. И каждый убирает в силу своей способности, в силу своего понимания и так далее. На самом деле, эта сфера требует реформации и должны быть, вообще-то говоря, централизованная уборка целыми крупными микрорайонами. Вот тогда можно говорить о готовности. Если это дело передать специализированным фирмам при разумном конкурсе и при больших объемах, то фирма сможет запастись необходимой и техникой, и человеческими ресурсами, и работа будет высокоэффективной, и зарплаты будут соответствующие у людей, и чисто будет на улицах. А сейчас пока это все как можем, так и убираем, честно говоря. Из последних сил в основном дворники, но убираем. Да, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло, доброе утро. Доброе. Будьте добры, господин Сидорко. Вот по поводу сортировки мусора, конкретно пластмасса. Я услышала недавно такую вещь, что в этот контейнер, предназначенный для пластмассы, мы можем бросать, допустим, пакеты полиэтиленовые, коробочки полиэтиленовые, бутылки, допустим, какие-то, но бутылки должны быть чистые, коробочки должны быть все вымыты и чистые, то есть бутылку, допустим, из подсолнечного масла я сначала должна промыть дома, потом ее бросить. При этом, если 10 человек соблюдают такие правила, а 11-й бросит не помыв, то все, наши усилия идут на смарку. Спасибо. Ну, вы правы. Больше мне добавить нечего. Так и должно быть, по идее. И с каждым днем, если поначалу была сортировка мусора очень лояльна, то есть там можно кидать, грубо говоря, бумагу, картон, пластмассовую упаковку, металлическую упаковку, и все это неважно, лишь бы там это было, то с каждым днем сейчас мусорные компании все жестче и жестче относятся к составу этого и к чистоте вбрасываемого мусора. И, соответственно, они бракуют и зачастую не вывозят, либо требуют оплачивать как бытовой мусор. Да, этот вопрос существует, скоро еще этикетки заставят снимать. Ну да, я... Он есть, но тут... Я только скажу так, наверное, все это, эти требования правильные, но как-то мы слишком быстро идем. Мы еще не научили людей вообще, не приучили их правильный мусор бросать в правильный контейнер, но уже требуем, чтобы он был помыт ёршиком и отполирован до блеска. Слишком быстро. Ну и здесь все-таки какой-то получается парадокс. Мы привыкли... Одноразовая посуда, она, в принципе, так и называлась раньше, но вот одноразовая, потому что человек понимал, что он ее использовал и выбросил. А если получается, что ее нужно еще мыть, как и обычную тарелку, то, ну, как бы, не укладывается в голове, какой смысл использовать одноразовую посуду, если нет у нее такого преимущества. Ну, а если про одноразовую посуду, где-то у меня вопрос, сейчас она в основном будет бумажная, а как ее мыть перед темно-бросить? Или ее нельзя уже бросать в сортированный мусор? Я бы сказал так, тут слишком все наворочено. Да, у нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. А вот про мытье бутылок, особенно из-под масла, еще там каких-то. Ведь это же химия, и потом вся эта химия при переработке, наверное, уходит в почву. Потому что я пока бутылку одну отмыла, я не знаю, сколько я воды вылила и сколько я химии туда налила. А где зеленая тогда? Спасибо. Ну, они требуют сдать чистую бутылку зеленую. Сергей говорил, есть второй вариант, вот, скажем, бутылку из-под масла выкидывать в простой контейнер. Ну, и все. Ну, кстати, да, тоже. Еще один, наверное, уже самый последний звонок. Здравствуйте. Добрый день. У меня, это Валерий, у меня вопрос по поводу очистки улиц. То есть, у меня, я не в курсе, конечно, кто там должен делать, но вот эти внутренние улицы, межопарки, где там жилой район, они, не знаю, кто их должен прочищать. там совершенно машины никогда не было, там уже такие выросли колеи, что невозможно... Это район частной застройки, Валерий, я прошу прощения. Это район частной застройки? Да, 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 да. Да, типа Стангольмас, Хамбург, кто такие вылочки там, которые в Стангполдо? Я там часто езжу, и трудно проехать теперь стало совсем. Спасибо. Ну, вообще-то, должны числить собственники. Если это район, где частные дома, то по правилам Реческой Думы, если по этой улице не идет общественный транспорт, ну, вот Айвер говорит, что нет, я не прав. Тогда скажи. Эрвин тоже махает, пускай. Просто тротуар, да, но сама улица, она просто не чистится в первую очередь, если мы так говорим. Это уже как маленькие улочки, они, по-моему, или третья, или четвертая, я уже не знаю категория, и они уже чистятся потом. Но насчет помощи и возможности почистить улицу дворнику свои года приличные, я могу сказать, по своему району Золитуды большое спасибо сказать, что очень многие жители чистили не только свои машины в субботу и воскресенье, но и помогали дворникам, даже лопат не хватало. Так что, это такая, ну, общественная помощь, я считаю, это нормально, не нужно смотреть то, что должен в такой момент, такой снег, который выпал за два часа более 30 сантиметров, но считать, что все за вас сделают, это тоже неправильно, но это, по крайней мере, моя точка зрения. Спасибо большое, к сожалению, время нашей программы истекло, я вижу, что пришли вопросы по WhatsApp, мы обязательно на них ответим в начале следующей программы, я перешлю их нашим участникам передачи, Сергей Сидор, Кайвер Гонтерев, Эрвин Страуп и сегодня были в нашей студии виртуально. Спасибо большое, до свидания, до новых встреч. Всего доброго.